Доброе утро! Я у детей. Вчера был такой дождь, сильно-сильно, знаете? Ну, по-русски у меня все вырвало. Ну, не все, но... Некоторые там прям... Такой сильный ливень был. С корешком прям вырвались они. Вот. Сейчас животных накормила. А Мишутка, как всегда, хочет еще кушать. На тебе, на! Мишутка. Сейчас вот сухой корм еще дала. Дала до этого. Глажный корм. А бусинка с той стороны. Так, здесь я, в общем, кукурузку все подняла. Вот, тут скопала немножко киркой. Вот так. Кукурузка у меня здесь. И с этой стороны, и с той стороны тоже кукурузка. Здесь капуста. Так, а еще посадила кинзу сегодня. Взрыхлила землю. Вот здесь сделала луночки и посадила. А эта капуста, что-то она плохо растет. В общем, вот такие дела. Солнышко то спрячется, то появится. Ну, в общем, вот такая погодка у нас. Хорошо, да, с одной стороны, когда свой дом. Конечно, работы очень много. Котик, ты уже два раза поел. Давай пойдем бусинку накормим. Где бусинка? А? Где бусинка? Кто-то сколько может есть, а? А вот она бусинка. На. На. Проглоты. Всем доброе утро. Вроде бы сегодня погода солнечная. Да? Два дня было пасмурно. Но с одной стороны это хорошо. Сейчас я готовлю завтрак. Хочу на завтрак сделать сырники, наверное, полезные. Здесь у меня творог, яйцо. Вот такая мука льняная. Ну, и чуть-чуть добавлю еще вот такой пшеничной муки. Ну, чтобы оно более так схватилось хорошо. Вот. Так что на завтрак будут у меня сырнички. Тут с морозилки вытащил шпинат. Не знаю, что с ним сделать. Наверное, сделаем салатик. Хотела сначала пирожки сделать. А что-то лень. Да и вообще, это вредная еда. Пирожки со шпинатом и с яйцом. Вкусно, конечно. Но вредно. Скорее всего, сделаем салатик. Марсюшка там гуляет на балконе и дышит свежим воздухом. Угу. Ну что же. Сейчас добавлю сюда льняную муки. Вот. Сахар не буду добавлять. Так как нам нельзя сахарок. Особенно мужу. Добавлю немножко сахарозаменителя. Стевия у меня. Вот такая стевия. Она не вредная. Так что будем со стевией делать. Вот такие у меня сырненькие, да? Похожи на котлеты. На вид, конечно, не очень, но зато полезные, ребятки. Закрываю крышкой. Пусть хорошо вот так пропарится. И поднимется. Так, у меня такой завтрак. Каша здесь у меня. Немножечко яйцо. Яичница с одного яйца. Кусочек колбаски. Сегодня у меня какао. И вот такие сырники из льняной муки. Так что, мне приятного аппетита и всем, кто завтракает. Сейчас я собираюсь в центр долголетия. Смотрите, у меня в машине вот такой зонт. Видите, как классно. Звещает панель от солнца. Вот он, зонтик. Вот так вот я его складываю. Супер. Надо чуть-чуть оконца свои почистить. Фу! С утра уже такая жара. А я в новых кроссовках плетней. В спортивной форме. У меня новая сумка. Ага. Вот такая сумка. Проданная у меня давно. Тоже, Мэри Кэй. Моя вот решила сегодня взять с собой. Там что-то пишет моя однокурсница. Сегодня она не сможет пойти на йогу. Короче, у нас, в общем, уже точная поездка будет. 26. 26 июля. На три дня. Наверное, я не смогу поехать. Если 26-го, то мы, наверное, 29-го будем в Таразе. А 30-го мне надо уже вылетать. Добираться до Алматы и вылетать. Мое направление туристическое, куда я задумала. Так что очень жалко, но эта поездка не состоится у меня. А, в общем, вот такой тур на три дня на Иссык-Куль. По утрам будем заниматься йогой. Затем, куда я кличе положила? Блин. Не поняла. А, вот все. Вот старость на радость. На три дня стоит 80 тысяч деньги. Ну, там, проживание, трехразовое питание. А потом дорога, все это оплачивается. И будем жить в комплексе Алтын-Куль. Называется. А я там, правда, ни разу не была. Хотелось бы, конечно, но видите, как оно. Скорее всего, не получится. Очень жалко. Сейчас я вам ставлю кусочек видео именно с этого пансионата Алтын-Куль. Вы просыпаетесь в уютном новом доме. Солнце еще не встало. Слышен шелест волн из закрытого окна. Прохладный свежий воздух бодрит и освежает. Утренняя медитация создает ощущение мира и единства с ритмами Вселенной. Практика йоги задает настрой и наполняет силой. Вы уже понимаете, что пришло время менять свое отношение к себе и миру в целом. Осталось только начать. Трехдневный йога-тур на берег Иссыкуля дает начало новой главы в вашей жизни. 26 июля приглашаю вас окунуться в мир йоги и медитаций. В новых пансионатах Иссыкуля Алтын-Куль. Подтянули сразу. Убрали поясничный фрагмент. Выровняли с ней. Подтяните мышцу пресса. Все. Держи мышцу пресса. Только оторвали колени. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что-то вы собаку сделали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держи таз наполния. Сделайте мышцу пресса. Держи вверх, потянули, потянули, потянули. Держи вверх, потянули. И продолжается. Таз на пятки вывели. Голову опустили. Расслабили плечи. Расслабили спину. Расслабили. Поехали. Расслабили плечи. На руле опустило, чемпионишки. Вот мне чемпионеры. А там у них у нас такие хорошие чемпионеры. В этот раз ты нет. И Камдеяна у меня его угостила. Выписала я вот такой вентилятор достойный. На бал и вирис. Там вроде проверяли, что нам надо. Казалось бы, как это выглядит. В общем, смотрите. Вот так выглядит. здесь такой зарядник а это в подарок они еще дали вот такую жидкость лаванды сюда наливается жидкость чтобы она была как кондиционер вентилятор вот такая жидкость классная такая штучка все на английском классно так работает смотрите я налила там жидкость и вот этот ароматизатор еще лаванда супер да зайчонок сразу заинтересовался малыш классный вентилятор еще тут распыляют вот смотрите вот видите водичку воздух я налила туда ароматизатор который они подарили лаванда можно ставить разные режимы вот такой классный вентилятор налила водички смотрите вот так вот выглядит тут и usb шнур супер эти вот такие чемпешки в этот раз вообще замечательный она сделала большие у нее каждую каждая по 50 грамм вот стоит 100 тенге одна штука здесь я сделала санат из шпината смотрите ну он как пахнет хорошо вот это распыляет прям лаванду ароматизатор вот и у меня здесь плов смотрите он какой желтенький я и положила куркуму поэтому такой цвет сейчас будем обедать а потом чуть погодя пойдем до детей там надо кормить кошек полить огород в общем вот такие дела еще оксана угостила комди ой какой резкий резкий да похоже на вино и сладкое но я в детстве пила но не такое было прям это прям много градусов здесь и чемпешки вот раз она хорошая сделала вот такие чемпешки делают ксения очень вкусные такие большие вот стоит 100 тенге вот так контейнер она укладывает вот такой контейнер по 10 штук 10 штук стоит в тысячу недель ну мы уже тут съели половину одну штучку я дала там угостила одно на йоге такие классные чемпешки вкусные